К слову, навыки, которые помогают задерживать преступников, стражу правопорядка оттачивают в том числе и на соревнованиях, таких как, например, турнир имени Колпачикова, символично, что он проводится накануне Дня Защитника Отечества. Сегодня силовики в 24-й раз собрались в Силкином лагу. Борьба за первое место была настолько напряженной, что команда, пришедшая к финишу второй, уступила всего 3 секунды. За состязаниями наблюдал Николай Смирнов. По традиции соревнования открыли по чтениям памяти капитана милиции Вадима Колпачикова, погибшего при исполнении служебного долга. Состязания проводятся с 1994 года и давно вышли за рамки областного события. В этом году заявились 36 команд, причем не только из Тюмени, но и Кургана, Челябинска, автономных округов. Интерес все больше и больше проявляет не только сотрудники правоохранительных органов, но и взаимодействующих структур, такие как Росинкас, выступают и вооруженные силы, представляют наше военное училище. Но я думаю, что в дальнейшем все больше и больше будет участников. Эстафета поделена на несколько этапов. Начинается все с лыжной гонки, сборки автомата и прицельной стрельбы из винтовки по условному террористу. Готовиться участники начинают заранее. У кого есть возможность, выезжают на полигон и тренируются в реальных условиях. Обязательно инструктаж между собой, инструктаж старших, инструктаж начальства. И потом между собой еще разбираем все ситуации, мелочи, ошибки, что как должно быть, чтобы ошибок не было, чтобы все в голове было. Заранее в голове бы перематан этап. Вегетируем. Следующий этап – силовая подготовка. Спортсмену необходимо обезвредить преступника и преодолеть полосу препятствий, после чего минное поле. А следом за ним – состязания, связанные со служебным транспортом. Одно из самых сложных упражнений – стрельба из движущихся автомобиля. Водитель ведет УАЗик с медленной скоростью, но не останавливаясь. А в это время его напарник тремя выстрелами должен поразить три мишени. Каждый промах – штрафной круг. Без ошибок выполнить задание удалось не всем. Штрафной круг за что? А не попала. Почему? По мишени не попала. По дарелкам. Поторопилась? Нервничала? Почему? Сильно быстро ехали. И нервы все-таки тоже, переживания. Заканчивается эстафета тем же, с чего и начиналось – лыжной гонкой. Да, промчалось у нас три забега. А, ну вот сейчас кончится. Мы наблюдаем эту. В этом году лучшей стала команда отряда специального назначения «Гром». Вместе с ней пьедестал почета разделил полк ДПС ГИБДД и команда Института повышения квалификации. Все они получили призы от руководства областного главка. Николай Смирнов, Андрей Захаров. Тюменское время.